Кубанское казачество – это серьёзная сила с большими перспективами расширения своего влияния. Развитие казачества идёт по ряду направлений. Одно из главных – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Казачья система образования в нашем районе демонстрирует успехи. Постоянная работа по внедрению в школьное образование казачьей тематики даёт свои плоды. Здесь нужен обмен передовым опытом и равнение на лучших. В 11-й школе хутора Маевского состоялся семинар-практикум для атаманов казачьих школ Славянского района. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко в своём выступлении сказал, что воспитание юношества в казачьем духе было и остаётся в центре внимания. Если мы знаем эти заповеди, если мы знаем клятву казака и исполняем эти наши лавенствующие документы, и, главное, наши устой казачьи, тогда у нас будет и успех. Совсем не случайно там, где атаманы полностью взаимодействуют со школами, с казачьими классами, где дети казачата видят наставников, там и приходит, и проводится большая работа, и, соответственно, идёт настоящее казачье развитие. Казаком не становится. Казаком нужно быть. И я обращаюсь к нашим атаманам, молодым атаманам. Атаман – это просто старший казак. А старший казак, в первую очередь, должен думать о своих казаках. Необходимо объединение усилий всех заинтересованных служб. Сотрудники сферы образования совместно с казачеством проводят активную воспитательную работу. Я очень надеюсь, что сегодняшнее наше мероприятие перерастёт, возможно, в какое-то сообщество. Вы создадите группу, будете общаться между собой, делиться своими мероприятиями, своими впечатлениями, своими планами, рассказывать о том, как вы проживаете жизнь, как вы посвящаете себя казачеству, как вы привлекаете к этой работе и посвящаете своих одноклассников. В 11-й школе накоплен богатый опыт казачьего воспитания учащихся. Здесь могли добиться живого, неформального подхода к сохранению казачьих традиций. И очень надеемся, что сегодня вы научитесь чему-то новому. А может быть и мы от вас чему-то научимся. Что вы пообщаетесь, подружитесь. Потому что казачьи классы в Славянском районе обязательно должны дружить. Поскольку мы казаки, мы патриоты. О своей школе рассказали сами учащиеся. Они представили визитную карточку казачьей республики. Активно надорный отряд нас живет! Республика света дружно берет! Об 11-й школе начинаем рассказ. Чем живем, что любим, знаем и поведаем сейчас. Как здорово здесь нам поймет только тот, кто жизнью активно в школе живет! Школьное знамя победе зовет! Шаг чекания идут казачата вместе, дружно, только вперед! Все, с чем познакомились участники мероприятия, а это были и представители образовательных учреждений районного казачества, было для них интересно и очень полезно. Для всех участников семинара практикума было небесполезно получить информацию из первых рук и подчеркнуть для себя что-то новое. Чтобы помогать своему родному казачеству, своему районному казачеству и городскому казачьему обществу, своему родному казачеству, в котором мы состоим. И просто стремясь к этому, работая на третьем, я пошел к тому, что я пошел к союзу казачьей молодежи Кубани, который у меня был активистом, у меня сейчас было множество мероприятия. А по итогу, когда я понял, что у нас в действительности нужно работать с молодежью, я понял, кем я хотел ходить. У меня есть мечта стать учительом истории и просто преподавать историю и родную культуру у наших казачьих. Педагоги-атаманы с 7-8 казачьих классов, казаки-наставники посетили казачье подворье, школьный музей, побывали на мастер-классах, учимся взаимодействовать и управлять и поработали в казачьих мастерских, где они делали пасхальные яйца из пластилина и окопные свечи, а также пообщались в школе лидеров «Мы вместе». Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».